6 июня по окончании заседания Совета Думы председатель Госдумы Сергей Нарышкин рассказал представителям СМИ об основных вопросах предстоящей пленарной недели. Государственная Дума вступает в завершающие этапы весенней сессии, всего шестого созыва. Впереди три недели пленарных заседаний и нам предстоит выполнить очень большой объем работы. И, конечно, все депутаты Государственной Думы просто обязаны быть и строги, и профессиональны, не допускать ни юридического брака, ни потеря качества в работе, ни пустой траты времени. Мы, безусловно, должны завершить все главные законотворческие инициативы, довести их до принятия законов. И новый депутатский корпус, депутатский корпус седьмого созыва должен начать работу, имея такой задел, который создан шестым созывом Государственной Думы. И четко представляя основные направления законотворческой деятельности в сферах экономики, культуры, социальной сфере, международной сфере, в вопросах государственного строительства, обороны и безопасности. И, как председатель Государственной Думы, я считаю это принципиальным для обеспечения преемственности в деятельности созывов высшего законодательного органа страны. Что касается вопросов, которые нам придется рассмотреть на этой неделе, я обратил бы ваше внимание на следующее. Ну, прежде всего, в среду состоится очередной правительственный час с участием генерального прокурора России Юрия Чайки, кстати, кандидатуру которого, как вы знаете, глава государства внес в Совет Федерации для утверждения на третий срок, для утверждения в этой должности на третий срок. Его срок полномочий истекает 22 июня. Ну, насколько мне известно, вопрос о назначении Советом Федерации будет рассматриваться 15 июня. Ну, а разговор в стенах Государственной Думы – это, можно сказать, такая оценка работы и генерального прокурора, и всей прокуратуры. Что касается вопросов генерального прокурора, то, конечно, со стороны депутатов их будет много, и в основном они касаются защиты прав граждан в различных сферах деятельности. Из законопроектов несколько, на которые я хочу обратить ваше внимание. Первое. Во втором чтении будет рассмотрен законопроект, увеличивающий размер единовременной выплаты из средств материнского капитала. В 2016 году эта цифра составит 25 тысяч рублей, в 2015 году – 20 тысяч рублей. Ну, такая мера позволит поддержать значительное количество семей, имеющих двух и более детей. Аналогичная мера, кстати, напомню, впервые была использована в 2009-2010 году, и она показала высокую эффективность. Далее поправки в уголовное законодательство, направленные на декриминализацию отдельных преступлений небольшой тяжести в случае, если такие деяния совершены впервые, и если возмещен причиненный вред. Это второе чтение законопроекта, и вот такие деяния, о которых я сказал, переходят в разряд административных правонарушений, и в качестве наказания будут применяться такие меры, как судебный штраф – это новый вид денежного взыскания. Далее обязательные или исправительные работы, запрет занимать определенные должности и заниматься определенным деятельностью. Кстати, в ходе подготовки ко второму чтению депутаты сохранили в Уголовном кодексе статьи, такие статьи, как угроза убийством и подделка документов. Следующий законопроект – изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы. Этот законопроект инициирован президентом Российской Федерации и направлен на усиление уголовной ответственности за коррупционные преступления. Первое чтение законопроекта, и речь идет в этом законопроекте о коммерческом подкупе и получении взятки путем передателя через третьих лиц. Это относится к такой сфере, как спортивные соревнования. Речь идет о уголовном преследовании за преступления, за так называемые договорные матчи, договорные соревнования. Ну и таким наказанием, в соответствии с законопроектом, могут быть подвергнуты и спортсмены, спортивные судьбы, судьи, тренеры, организаторы зрелищных и спортивных соревнований. Следующий законопроект в первом чтении рассматривается, законопроект о государственной кадастровой оценке. В частности, в законопроекте предлагается внести Институт государственных кадастровых оценщиков и передать полномочия по определению кадастровой стоимости исключительно государственным бюджетным учреждениям. Ну и проводиться кадастровая оценка должна по единой методике. Как вы знаете, это довольно проблемная сфера. И, кстати, во время дебатов в ходе предварительного внутрипартийного голосования, в которых я принимал участие, было большое количество вопросов со стороны граждан, со стороны избирателей как раз по этой теме. И принятием такого законопроекта, закона, мы снимаем многие вопросы, которые волнуют и наших граждан, и не только граждан. Сергей Евгеньевич, а вот прошло сегодня 30 дней с того момента, как вступил в силу закон, позволяющий лишать мандатов депутатов, систематически не выполняющих свои обязанности депутатские. На ваш взгляд, есть ли в Думе за прошедшие 30 дней какие-то кандидаты, личности, которые могли бы попасть под действием этого закона? В соответствии с принятым законом, инициатива принадлежит фракциям или профильным комитетам. Пока у меня, как у председателя Государственной Думы, со стороны фракции и профильных комитетов таких предложений нет.